МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня я получила новый вопрос по пройденной теме. Давайте с него и начнём. Уважаемая Василиса Николаевна, мне очень понравился жанр цинтон. Когда стихотворение собирается из разных цитат. А есть ещё какие-нибудь похожие жанры, чтобы в них была цитата. Илья Носырев, 13 лет, город Минск. Вот оно, сознание современного человека. Вместо оригинального произведения он хочет что-то цитатное. Ну, с одной стороны, ты прав. И современные люди очень любят цитатность в искусстве. Вы обратили внимание, ребята, сколько разных ремейков появилось в последнее время в кино и в литературе? А что такое ремейк, авиус? Ремейк от английского переделка, переложение, новая интерпретация ранее изданного произведения. Да, ремейк – это тоже родственник цитаты. Да и вообще у цитаты очень много родственников, близких и дальних. И если их представить в виде генеалогического древа, то это семейство могло бы выглядеть так. Так, цитата, аппликация, вариация, аллюзия, ну и так далее. С кем-то из них, например, с пародией, стилизацией и подражанием, мы уже с вами знакомы. А фамилия у этого семейства есть? Конечно, все эти понятия представляют одно большое явление в литературе, которое называется интертекст. Интертекст – диалогическое взаимодействие текстов, обеспечивающее превращение смысла в заданный автором. Проще говоря, интертекстом можно назвать все те случаи, когда мы находим в одном произведении следы другого произведения. Это могут быть прямые цитаты, как в случае с Центоном, или скрытые, едва различимые. Яркий пример интертекста – роман «Чайка» известного писателя Бориса Акунина. Автор цитирует одноименную чеховскую пьесу, а затем дописывает ее, придумывает другой финал. И таким образом на свет появляется новое произведение, уже с другим смыслом. Или возьмем еще один, более знакомый вам пример ремейка «Сказку Алексея Толстого. Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Не всем известно, что эта сказка является ремейком сказки итальянского писателя Карла Калодди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Чем же Буратино отличается от Пиноккио? Давайте проведем сравнительный анализ. Отличие первое. В истории про Пиноккио нет золотого ключика и черепахи-тортиллы. Герой не мечтает о театре и куртках для Папы Карла. А вот Буратино, он от начала до конца книги остается деревянной куклой. Он не поддается воспитанию ни Папы Карла, ни Мальвины. А Пиноккио наоборот. Послушный. И благодаря этому в конце книги он превращается в настоящего мальчика. В отличие от Буратино, длинный нос Пиноккио растет еще больше, когда тот врет. Кстати, что интересно, сама сказка Толстого содержит некоторые примеры интертекста. Провожу мониторинг. Нашел одно совпадение с другим текстом. Диктант Мальвины. А Роза упала на лапу Азора. Палиндром, придуманный Афанасием Петом. Палиндром – это слово или предложение, которое одинаково читается в обоих направлениях. Верно. Но есть и еще одна отсылка к другому тексту. Когда... Сейчас. Когда Буратино решает задачу Мальвины про яблоки. Предположим, что у вас в кармане два яблока. Некто взял у вас одно яблоко. Сколько у вас осталось яблок? А Буратино отвечает – два. Я же не отдам некто яблока. Хоть он дерись. Этот ответ... Намек на фанвизинского недоросля. Только вместо яблок там была задача о трехстах рублях. Госпожа Простакова учит сына правильному решению. Нашел деньги – ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке. Подобные напоминания в одном тексте, на другой называются аллюзиями. Еще одна форма интертекста – продолжение. Их имеют многие успешные романы. Ну, например, роман «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. Он вышел в 1936 году. А вот его продолжение «Скарлетт» создано совсем другим автором в 1991 году. То есть спустя 55 лет. А спустя еще 17 лет в 2008 году вышел роман «Люди Ретта Баттлера» о событиях, произошедших до «Унесенных ветром». Вот любители кинематографа знают, что продолжение произведения называется сиквелом. А то, что ему предшествует – приквелом. Эти термины употребляют не только в кино, но и в литературе. А еще есть триквел. Это продолжение сиквела. Приквел, сиквел, триквел и квадриквел. Прямо скороговорка какая-то. Кстати, у знаменитого романа Александра Дюма «Три мушкетера» есть и сиквел «20 лет спустя». И даже триквел «Викон де Брожелон» или «10 лет спустя». Ну что ж, ребята, а теперь вернемся к началу нашей передачи. Помнишь, Авиус, ты сказал, что цитатность и интертекст – свойственные современности? Я помню все, что сказал в начале, что сказал в конце, что сказал вчера и неделю. Спасибо, спасибо, мы поняли. Однако, как бы у наших телезрителей не сложилось впечатление, что в старину интертекста вообще не существовало. Действительно, этот термин довольно новый, но как литературная форма он существовал еще в 18 веке. Еще Ломоносов, Тредиаковский и Сумароков соревновались в переложении 143-го псалма. Ведь переложение – не что иное, как вариация, то есть авторский вариант того или иного текста. Так вот, друзья, кто много читает, тот получает огромное удовольствие, обнаруживая в книгах интертекстуальные связи. Ведь это же не что иное, как особая социальная сеть коллег по Перу. Эта сеть состоит из перекличек, реминесценций, приветов, поклонов и язвительных шпилек, которые писатели передавали друг другу в своих произведениях. А теперь, ребята, мы начинаем нашу литературную игру. Наша сегодняшняя викторина посвящена сказкам. Итак, готовы? Первый вопрос. Какого друга нашли пёсику Тобику, Гена и Чебурашка? А. Льва Чандра. Б. Пуделя Штруделя. В. Крысу Ларису. Г. Лису Алису. Вопрос второй. С кем из перечисленных героев пила чай Алиса? А. Белый кролик. Б. Мартовский заяц. В. Герцогиня. Г. Птица Додо. Третий вопрос. Какой герой русской народной сказки путешествовал на печи? А. Вовка. Б. Илья Муромец. В. Емеля. Г. Иванушка. Надеюсь, вопросы не составили для вас никакого труда. Ну а в конце передачи мы озвучим правильные ответы. Так что не отвлекайтесь. Новое сообщение. Новое сообщение. Цитирую. Уважаемая Василиса Николаевна, расскажите, пожалуйста, что такое творческий метод писателя. Один пишет по ночам, лёжа на диване, а другой для этого встаёт рано утром и идёт гулять в лес. Я правильно понимаю? Юля Семёнкина, 15 лет. Дорогая Юлечка, то, что ты описала, это не творческий метод, а метод организации работы. И это очень интересная тема. Ну, например, Пушкин любил работать лёжа на кушетке. А вот Александр Солженицын думал над текстом во время ходьбы. А записывал он уже стоя. Одни авторы писали ручкой, а другие сразу набирали текст на пишущей машинке. Как, например, Алексей Толстой. А вот Владимир Набоков вообще писал на библиотечных карточках, из которых потом складывал роман как пазл. Даже выбор пишущего приспособления – карандаша, ручки или компьютера – многое определяет. Но творческий или, иначе говоря, художественный метод – это совсем другое. Творческий метод – это особый тип образного видения мира и отражения действительности. Иначе говоря, творческий метод реалиста сводится к наблюдению за окружающим миром и наиболее точной передаче этих наблюдений на бумагу. А метод модерниста или романиста – прислушиваться к своим внутренним переживаниям. Ну и, конечно, творческий метод диктует особенности работы писателя. Так реалист возьмет с собой диктофон и отправится за материалом в путешествие или в гущу событий. А вот романист скорее будет гулять под луной в парке, прислушиваясь к своим чувствам. Надеюсь, Юля, мы ответили на твой вопрос. А знаете ли вы, откуда пошло выражение «к шапошному разбору»? Мужчины на Руси при входе в церковь снимали шапки и складывали их у входа, а по окончании службы разбирали обратно. Тот, кто опоздал, приходил уже к шапошному разбору. И с тех пор это выражение закрепилось в значении «прийти куда-либо слишком поздно, когда все уже кончилось». А выражение «шапошное знакомство», означающее поверхностное и беглое знакомство с кем-либо, тоже связано со старым обычаем. Когда встречались знакомые или приятели, они в знак приветствия приподнимали шляпы, и только друзья пожимали друг другу руки. А теперь, ребята, давайте сверять наши ответы на викторину. Итак, первый ответ. Крокодил Гена и Чебурашка нашли Тобику друга Льва Чандра из зоопарка. Правильный ответ А. Алиса была знакома со многими персонажами страны чудес, но чай пила с мартовским зайцем, болванщиком и Соней. Значит, правильный ответ Б. Из всех перечисленных героев каждый имел отношение к печи. Вовка в Тридевятом царстве безуспешно пытался испечь в ней пирожки. Иванушка любил полежать на печи. Илья Муромец вообще пролежал на ней 33 года. Ну а вот Емеля с помощью щучьего волшебства на печи путешествовал. Правильный ответ В. Надеюсь, ребята, вы ответили правильно на все вопросы. Ну а мы прощаемся с вами и ждем от вас новых интересных писем и вопросов. Присылайте их по адресу 109-147, город Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7. Телеканал «Радость моя» с пометкой «Академия занимательных наук «Словесность». Или оставляйте на сайте радостьмоя.ру. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова